здравствуйте друзья вот у меня станок 1d 601 настольный станок это вот от него суппорт вот я хочу разобрать его и посмотреть как он устроен вот большая продольная часть суппорта с помощью вот этого болта он крепится к станине то есть вот такой винт гайка такая большая закручивает она прижимается это вот значит большая продольная у нас подача то есть вот он по стране не ходит это значит у нас двигается поперек то есть туда-сюда поперечная подачи а вот это малая продольная вдоль оси заготовку заготовки и вот давайте разберем и посмотрим вот это у нас резцы гордат кстати резцы держатель маленький я думаю потом его модернизировать сделать побольше вот он 30 на 30 и резцы вставляются 8 на 8 ну то есть квадратик 8 на 8 там длина уже зависимости там какой резец из маленькой но в принципе нормально откручиваем алиссодержатель он крепится на одном болту к малой продольный то есть вот здесь значит малая продольная она у нас также поворот на еще часть то есть под разными углами можно поворачивать то есть вот она можно всякие конуса точить там всякие вот резцом в разные эти места то есть подлазить как удобно вот она регулируется значит давайте их отвинтим уберем малую продольная тут вот градусов и градусов оставляешь зависимости от задачи какие вам нужны что вам нужно обрабатывать вполне конуса хорошо точить всевозможные всевозможные там радиусы к линии убираем снимаем малую продольную смотрим что у нас здесь давайте раскрутим поглядим там естественно должна быть втулка то есть она вот перемещается с помощью маховика вот это все дело движется то есть получается поворачивается еще давайте разберем поглядим снимем его тут я развинтил убираем значит вот вывинтил я винтики вот они четыре которые фиксируют клин можно убирает зазоры всевозможные биения можно жестко сделать чтобы лимб вращался можно вообще неподвижно плотно затянуть вообще не будет вращаться стоять плотно убираем наш клин еще не убирается вот вытащили таким образом а вот здесь вот наши вот регулировочные винты вот оно место и будем сейчас мы разбирать дальше выкручиваем все убираем и вот здесь ребят момент один здесь вот она вот видите вот этот полночка она должна точно сесть вот сюда вот в это вот седло вот этими ну это понятно что с отверстиями совпасть если вы сделаете вот так то потом он будет застревать и не вращаться то есть это вот часть суппорта где на то есть он будет хвостовик вот этот вот длинней и она будет все время застревать поэтому она должна точно потом сесть на свое выпало то есть вот она вот в свое седло вот так плотно раз села и все и вот она поворотная часть это седло наша будет вращаться ну вот продольную мы так это у нас поперечку мы значит разобрали поперечную часть вот она все полностью потом соберем чтобы давление не было подложим пассатижи вот нашу поперечную уберем то есть это вот у нас тоже болты один то есть свободно ходит 2 сидит в седле то есть нет он тоже ходит но потом садится в седло при затягивании и вот он наша поворотная часть вот это вращается то есть градуса показывает переворачиваем что у нас здесь здесь у нас тоже регулировочные вот они винты которые затягивают клин давайте здесь расслабим все и разбираем нашу поперечную подачу полностью не буду выкручивать таскиваем клин ну вот все вот он все устройство наши поперечной подачи все вот они регулирующие винтики которые клин вот у нас сюда вставляется здесь вот у нас маховик здесь вот втулка стоит с винтом с помощью которой вот она двигается по станине ну вот как бы и все тут уже ну тут стулка и зачем я разбирать вот он маховик если втулочка что-нибудь уже там допустим сильное биение уже можно здесь менять но пока еще меня все нормально